НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ШУРУТ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ХАДЖА Далее перечислены необходимые условия обязательности совершения хаджа. Хадж становится обязательным, если все эти условия соблюдены полностью, тогда как в случае несоблюдения хотя бы одного из них, ни личное совершение хаджа, ни совершение его вместо человека по его просьбе при жизни или во исполнении завещаний после смерти обязательным не является. Первое. Исповедание Ислама. Совершение хаджа неверующим не является его обязанностью и поэтому будет недействительным. Если неверный войдет в состояние храма, а потом примет Ислам до состояния на'арафа, хадж его будет действительным при том условии, что он снова войдет в состояние храма для совершения хаджа. Если же он не сделает этого, хадж действительным не будет, поскольку состояние храма неверного является недействительным. Второе. Знание о том, что мусульманам предписано совершать хадж. Это условие в основном касается мусульман, живущих в немусульманских странах. Третье – достижение возраста половой зрелости. Достижение возраста половой зрелости является необходимым условием обязательности хаджа и выполнения предписанного, но не является необходимым условием его действительности и позволительности. Поэтому хадж, совершенный ребенком, который не достиг половой зрелости, является действительным, Но такой хадж рассматривается не как выполнение предписанного, а как добровольное паломничество. Это означает, что по достижении соответствующего возраста ребёнок должен будет совершить предписанный исламом хадж. Четвёртое. Наличие разума. Наличие разума является необходимым условием обязательности хаджа. Безумец же не обязан совершать его. Пятое. Свобода. Невольник не обязан совершать хадж в силу того, что он не располагает необходимыми для этого денежными средствами или другими возможностями для выезда из страны. Шестое. Наличие соответствующей возможности. Наличие возможности совершить хадж является обязывающим условием, а не позволяющим его совершение. Так, например, если бедный человек отправится в путь с целью совершения предписанного хаджа, что создаст для него затруднение, совершение такого хаджа будет действительным, и в дальнейшем совершать предписанный хадж он не обязан. Для того, чтобы определить, имеет ли человек возможность совершить хадж, следует принимать во внимание среднюю величину расходов на дорогу без излишеств и чрезмерной экономии. А также то, что паломник должен располагать необходимыми средствами для оплаты жилища своей семьи, приобретения нужных ему книг с описанием обрядов хаджа, уплаты долгов, покупки всего необходимого для того, что позволит ему содержать себя и свою семью, и т.д. Кроме того, в случае наличия тех, кто находится на его иждивении, он должен оставить достаточно денег на их содержание. Делая выводы о наличии возможности совершения хаджа, в каждом случае следует принимать во внимание то, что обычно считается приличествующим положению разных людей. Это значит, что мусульманин, который всегда был состоятельным человеком, не обязан совершать хадж до тех пор, пока у него не появится возможность зарасходовать на поездку столько денег, чтобы ни в чём себе не отказывать. Так, например, если человек в силу разных обстоятельств не может отправиться в путь на машине, он не обязан совершать хадж, пока у него не будет достаточно денег, чтобы купить билет на самолёт. Следует отметить, что отсутствие возможности привезти подарки родственникам и друзьям, как принято делать ныне, не считается уважительной причиной для того, чтобы откладывать хадж. Вот почему, если от совершения хаджа человека будет удерживать только это, или отсутствие возможности устроить угощение по случаю возвращения, и он умрёт, так и не совершив паломничество по этой причине, то умрёт неисполнившим предписанное Аллахом. Если человек, обязанный совершить хадж, будет откладывать его, и его постигнет бедность, независимо от причин, в силу которых это может случиться, эта обязанность не будет снята с него, из-за того, что он неожиданно лишился средств. В подобных случаях мусульманин обязан занять деньги и совершить хадж, если, по его мнению, долг, скорее всего, удастся вернуть. Если же он посчитает, что не сможет сделать этого, то лучше не занимать. Субтитры создавал DimaTorzok